Гултурбин сразу двух десятков военных самолетов. Из Липецка один за одним взлетают истребители и бомбардировщики и берут курс на Москву. Более того, на Кремль. На первую в этом году репетицию воздушного парада Победы на Красной площади. До этого летчики тренировались над полигоном в подмосковном Алабино. Построенная там площадка почти полностью имитирует главную площадь страны. Пролет над Москвой запланирован в 10 часов 50 минут. Задача пилотажных групп со всей страны собраться на маршруте в установленное время и построиться в строго определенном порядке перед тем, как взять генеральный курс на Красную площадь. В парадном строю группы дозаправки, тяжелые самолеты, группы армейской, оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации. Всего 17 групп. Все вертолеты и часть пилотажных групп вылетают на парад с аэродрома Кубинка. В их числе Липецкая шестерка штурмовиков. По традиции в финале праздника она раскрасит небо в цвета российского триколора. Остальные самолеты поднимаются с разных аэродромов. Из Липецка взлетают две группы. В том числе знаменитое тактическое крыло. В этом году в него войдут новые сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35С. За штурвалами парадного строя Липецкого авиацентра только высококлассные специалисты. Для нас, наверное, десятый парад. И каждый парад мы испытываем одну торжественность на душе. Выполнить задачу так, чтобы порадовать ветеранам. Что не почествует тот подвиг, который они совершили 71 год назад. Москва или Липецк для летчика одинаково. Самое главное сохранять боевой порядок и безопасно выдерживать свой свой. Во время тренировок летчики отрабатывают несколько элементов. Наибольшую сложность представляет взлет с одного аэродрома большого количества самолетов за короткий промежуток времени. Они собираются в группы сразу после взлета. И так летят до Москвы. В небе у пилотов и штурманов боевых машин, участников парада, все расписано по минутам. Расхождений между группами быть не должно. Нельзя опоздать или прилететь быстрее даже на несколько секунд. Мы идем отсюда. С права на траверзе к нам приходят Витязь. И перед нами МиГ-31. И вот так все группы вклиниваются вот сюда, понимаете. И интервал устанавливается 20 секунд между группами. При подходе к Москве все пилотажные группы соединяются в единый воздушный строй. Всего за 15 километров до Кремля. Эту дистанцию самолеты преодолевают менее чем за 2 минуты. Задача летчиков при скорости 550 километров в час удерживать свои машины в общем потоке на высоте 250 метров. Причем расстояние между самолетами в группе не должно превышать 5 метров. Первая репетиция над Красной площадью прошла успешно. Экипажи, которые помимо нашего тактического пила, все выстроились в прекрасную ровную линейку. Все были видны. Поэтому никаких таких особых сложностей уже на генеральном курсе не было. После пролета над Красной площадью асы возвращаются на свои аэродромы. Вторая, она же генеральная репетиция авиации, непосредственно над Москвой, пройдет 7 мая. Татьяна Федорова, Валерий Фаустов, Липецкое время.